В регионе отоп-сезон проходит в штатном режиме. Чего не скажешь об областном центре. Настоящих морозов еще не было, а теплосети уже не справляются с перепадами температур. С начала сезона, а это менее двух месяцев, 15 отключений. Почему так? Администрация отчитывается перед зампредом Владимиром Калинкиным. Несмотря на то, что главное управление говорит, что ни один из перебоев с отоплением у нас не признавался чрезвычайной ситуацией, как раз-таки в данных условиях, я считаю, для себя мы должны каждое отключение отопления воспринимать как чрезвычайную ситуацию и крайне оперативно реагировать на подобные вещи. Причина номер один – изношенные сети. Их, конечно, летом ремонтируют, но не так, как хотелось бы. Долг перед тепловиками только у областного центра – полтора миллиарда рублей. Другая причина – недостаточные испытательные работы. ПАО «Т-Плюс» отошел от практики проведения комплексных гидравлических испытаний на прочность и плотность. И это приводит к неполной экспертизе сетей в межотопительный период. К слову сказать, паспорт готовности у теплоснабжающей организации «Т-Плюс» есть. Но в целом с паспортами готовности к АТОП-сезону у муниципалитетов непорядок. Это требование федерального законодательства, своеобразный допуск ресурсников к зиме. Профильный департамент информирует. Есть такой документ лишь у 35% муниципалитетов. МЧС бьет тревогу. Не получение паспортов готовности другим муниципальным образованием не означает, что они не готовы к ТОП-сезону. Все оформили акты проверки готовности. Есть определенные замечания, которые они должны устранить в согласованный период времени. Но акт проверки готовности тоже является документом, позволяющим муниципалитетам проходить отопительный сезон. Какие проблемы? Это паспорт оформит. У нас получается игра слов. Акты есть, паспортов нет. В чем там большое различие? Одно из требований для получения паспорта готовности – наличие приборов учета у потребителей и поставщиков ресурса. Именно поэтому паспорта готовности нет в большинстве муниципальных образований. Областной центр в их числе. В связи с такой неоднозначной готовностью региона к зиме о ситуации с теплоснабжением теперь ежедневно будут докладывать губернатору лично. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.